ну что давно мы не были прямом эфире да наверное месяц где-то как дела что изменилось в вашей жизни за месяц ничего а ну вот я была в архизе и я прошла высокие горы 10 километров не имеется иду вверх начинали мы с 2300 и это было тяжело семь часов вообще с палками наверх потом вниз это было уникально второй день я шла на лошадях это был первый раз в моей жизни но правда мне под до этого дали урок и для меня это прямо гештальт просто лошадей боялась и теперь полюбила также думаю где вообще найти хорошего мягкого преподавателя чтобы сильно тяну то что я даже уже всего 10 минут но я попробовала рысь это очень сложно а так что но все то же самое там какие-то идеи какие-то новые проекты даже приступила их крик их реализации очень интересно но посмотрим это сложные все вещи продолжая работать продолжая работать над книгой и все больше и больше получаю всякой информации в общем мозги крутятся начинают поступать вопросы как думаете все мужчины изменяют до ткаченко июля спрашиваю сейчас скажут нет а я нет но это понятно что не все бывают удивительные исключения но я не видела и мне и главы все кого я встречаю все бешеное количество людей сутади тоже не заметь вопрос от юли можно ли принимать подарки от токсичных людей не знаю что вы вкладываете слова токсичные плюс если человек вам дарит подарок начнем в каких-то уже отношениях с вами потому что если он абсолютно токсичные то нету повода чтобы вам что-то дарить что посоветуете выпускникам университетов в такое время идти на работу это сложно поэтому не гонитесь за зарплатой и помните одно что чтобы быть успешным нужно начинать работать даже если вы себя не нашли за очень скромные деньги а иногда и просто проходить какой-то испытательный срок будучи фактически волонтером это классическая ситуация если вам что-то вдруг нравится его о чем-то мечтаете вы приходите в эту компанию гать я готов учиться помогать делать любую черную работу бесплатно и тогда все появится в том числе и карьеры и деньги в общем быть скромнее не кичится своим дипломом потому что наше образование таково что пропасть между тем что вы будете делать в реальной жизни это чем у вас научили очень большая очень большая вам не хватает практики поэтому работайте как побороть чувство тревоги надо найти ее причину эту причину вот уже бороться с ней понравилось вам у нас в архизе да это фантастика но это не только очарование и энергия места она сумасшедшая но есть много мест где сумасшедшая природа и я там бывало а еще люди конечно это люди иногда мне кажется что нас послушают потому что мы с вами минуту до эфира говорили про валерий новодворск подписчик спрашивает как вы относитесь к валерий новодворской она была храбрая и наивная как ребенок и такие люди живут сложной жизнью но это очень честная жизнь как наматериализовать квартиру я никак читаю как просыпаться рано не хочется утром заниматься спортом чувствую что это лень какой метод посоветуете не надо мне надо просыпаться рано значит если вас ломает то у вас другой белый ритм поэтому занимайтесь спортом поздно ночью после работы как бороться с плохими установками анализировать их и ставить мозгу новую задачу например ваша плохая установка говорит о том что вы не профессионал и вас увольняют из компании потому что вы слабак а вы должны сказать себе другую установку я хочу остаться на работе и стать профессионалом а что мне для этого надо сделать и дальше расписать шаги как понять в чем ты действительно хорош вдохновение энергия все как только поймали вдохновение энергию значит это в этом вы будете хороши может быть не сейчас но вы точно этого добьетесь как найти силы не сломаться и продолжить свой путь после сильного жизненного перелома паузу подержать отвлечься отдохнуть опустошиться освободить голову от всех этих кошмаров а потом понять то что вы делали вас вдохновляет вы без этого жить не можете и тогда начинать иногда прямо с нуля и заново и нужно всегда иметь ввиду что никто нам в этой жизни не обещал никаких ковровых мягких подстилок и дорожек мы свой путь прорубаем сами на это обречен каждый человек поэтому прорубать путь сложно и будут проблемы и если вы упали то это неплохо самое главное смогли бы сможете либо подняться как жить заземленно если ты воздух по натуре в каком смысле воздух ну какой воздух то имеется ввиду что знак зодиака но ребят ну хватит высоты эзотерик это с ума сходить хотите заземлиться пойдите на дачу выкопайте яму и посидите я прохожу марафон хакоматон скажите пожалуйста будут ли у вас еще марафоны и когда да заходите регистрируйтесь там все есть вся информация но сейчас хакоматон последние в августе у хакоматоны перерыв и может быть он не вернется в прежней форме а вот хаком одессы и хакомагеддон в августе будут продолжаться если муж изменяет изменить ли ему чтобы он тоже ходил с рогами да как хотите узнаете а то что вы ему измените без любви вас надолго не хватит если вы его любите и страдаете дико что он вам изменяет тогда имейте ввиду что изменить мужа вы не сможете тогда придется измениться вам в какую сторону насколько вам решать как очертить свои границы в компании где есть токсичные коллеги сохраняя при этом деловой этикет быть идеально вежливым рассказывать анекдоты не входить в личные отношения и решать с ними только те практические задачи которые вы могли решить и очень важно иметь хороший круг знакомых вне этой работы где вы будете душой и сердцем отдыхать обязательно и хобби хобби я все время говорю вы должны уметь переключаться вышли с работы и переключились на то что вам нравится будет даже полчаса на эту и самое последнее запомните если вы всю жизнь проведете в токсичном коллективе не вашим то вы загнетесь даже при этих моих инструментах все но постепенно загнетесь поэтому параллельно ищите коллективы путь даже в той самой области более органичные вам где будет токсичный 12 человека но есть и токсичный все может быть вопрос в том что мы где все нормальные вы токсичны или вопрос в том что вам не повезло как перестать стесняться окружающих нужно понять чего вы стесняетесь вы же не окружающих стесняетесь причем тут окружающие вы стесняетесь себя здесь может быть много причин почему себя стесняетесь например вы считаете что вы некрасивая или вы считаете что вы не умная или вы считаете что вы старая или вы считаете что набросила слишком молодая или вы считаете что вы провинциалка а находитесь при этом в москве и стесняетесь своего провинциализма может быть вы стесняетесь своего голора может быть вы стесняетесь что все знают языки а вы не знаете Может быть, вы стесняетесь, как вы одеты, потому что неуклюже, все у других красиво. Поэтому вопрос не в том, что вы стесняетесь окружающих. Вопрос в том, чего вы стесняетесь в себе. И это надо исправить. Не знайте языки, учите. Одевайтесь плохо, одевайтесь дешево, но модно. Фигура вам не нравится, чуть-чуть скорректируйте ее. Это может каждый. Внешность вам не нравится от рождения. Ничего страшного. Любую внешность можно превратить в стильную. Просто надо работать. Кстати, на эту тему есть хорошая моя книжка «В предвкушении себя». Там как раз есть все ответы на эти вопросы. Как вы себе представляете идеальный день? Никак. Я об этом не думаю. Конечно, пишут про Хабаровск и просят дать ваш комментарий, что бы вы могли сказать. Ну, я могу сказать, что это первый серьезнейший конфликт между регионом и центральной властью. Это первый серьезный конфликт, когда люди выходят долго и напористо. И впервые это конфликт, связанный с защитой губернатора, а не против губернатора. Вот такие три обстоятельства. Из этого я делаю вывод, что народ дошел до ручки. И после изоляции. И вообще я посещала Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, и Владивосток. Владивосток, кто-то еще на него стали в последние годы обращать внимание. Он покруче. И там порт огромный, он побогаче. А Хабаровск весь под Китаем и очень бедный. Комсомольск-на-Амуре очень жесткий и бедный регион. Люди заброшены за Уралом. Они не чувствуют, что вообще на них кто-то обращает внимание. То есть главное же в центре какая позиция. Там за Уралом живет 30% на огромной территории. Чего на них обращать внимание, они не решают никаких процессов. И все это вместе сложилось. Губернатор, наверное, популярен. Потому что харизматик. Потому что решил сделать что-то небанальное. Я сейчас не обсуждаю его какое-то прошлое. Потому что это вопрос суда. И презумпция невиновности для меня всегда работает. Но вот все факторы сложились. И следующие поступки назначения этого молодого ЛДПРовца и так далее. Это неправильная вещь. Почему? Ну нельзя зажигать спички. Нужно как-то все-таки власти понимать, в какой момент гордыня ради хотя бы будущего страны должна быть более... Ну убрать ее нужно. То вот нельзя так переть против людей и показывать свое фе. Так демонстративно. Потому что люди ничего этого не забудут. Ну и чтобы закрыть этот вопрос. Как вы думаете, вопросы политики в целом про Беларусь спрашивают. Может ли в Беларуси женщина президентом быть? В Беларуси тот же вопрос, тот такой же ответ на это, как и в России. Давайте не думаем... Не будем думать, женщина может быть президентом или мужчиной. Давайте подумаем. В таких государствах вообще может ли быть независимый человек президентом? Независимый от власти. Как перестать осуждать и винить других, особенно родителей, в своих неудачах? Инфантилизм. Нужно понять, что вы отвечаете за свою жизнь. И от того, что вы кого-то вините, в вашей жизни ничего не изменится. И родителям пофиг, что вы их вините. Они все равно считают, что они правы. И у вас энергии нет. Хотите включить энергию, вы должны сказать, это моя жизнь. Я не справился с этой задачей, но у меня есть время, и я сумею все исправить. И вот это уже мышление мужа. Понимаете? Даже если вы женщина. Вот это уже аристократизм духа. А все остальное, мелкое, инфантильное, такое противное, активное, высасывание и опустошение себя. Как только вы вините всех вокруг, вы убиваете свою энергию. Как принимать решение, когда сомневаешься, ехать в отпуск или работать? Давайте вот так вот. За то, чтобы ехать, вот такие факторы. Чтобы работать, вот такие факторы. Что я в результате получу, если я сейчас уеду в отпуск? Я отдохну. Что я получу, если я останусь? Я получу вот это. Смогу я этот результат повторить после отпуска? Не смогу. Тогда не едете. Ну, в общем, понимаете, да? Анализ. Нужно считать. Я уже говорила в Инстаграм часто. Научитесь анализировать и считать. И считать свою модель жизни. И считывать всякие факторы. То есть их систематизировать и понимать, какие преобладают. Ну и ваше напутственное пожелание. Ребята, впереди турбулентность. Позади турбулентность. Никуда нам не деться. Поэтому здесь и сейчас будем максимально энергичными и верящими в себя. Пока.